Смотрите сегодня. Мэра Олан-Удэ, возможно, вызовут на допрос по делу Александра Толстаукова. Жилье под снос. На пороге зимы администрация Олан-Удэ оставляет жителей Таежного практически на улице. Неожиданная рокировка. Начальник бурятских наркополицейских уезжает работать в Читу, а экс-руководитель наркоконтроля по Забайкальскому краю прибыл на службу в Бурятию. В эфире новости на телеканале АТВ. В студии для вас работает Юлия Пермякова. Здравствуйте. В начале выпуска короткий обзор событий вторника в картине дня. Пробка рассосись. В Улан-Удэ светофоры заработают в новом режиме. С сегодняшнего дня в целях увеличения пропускной способности на улицах Барсоева, Иволгинской и Дорожной в часы пик вводятся дополнительные изменения в работе светофорных объектов. А именно на пересечении улиц Барсоева-Смолина, Барсоева-Иволгинская, Дорожная остановка КПП, остановка Барсоева. Пассажирский поезд Москва-Улан-Удэ протаранил легковушку под Иркутском. Известно, что накануне вечером возле станции Харик водитель автомобиля ВАЗ-2105 выехал перед приближающимся локомотивом. В итоге столкновения водители и пассажирка ВАЗа получили серьезные ранения и были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Отмечу, что никто из пассажиров поезда не пострадал, а сам локомотив отправился по назначению уже через 39 минут. Бурятские спортсмены завоевывают все больше медалей. Воспитанник Улан-Удэнской школы дзюдо «Япон» стал чемпионом международного турнира по комплексному единоборству. Первенство проходило с 25 по 28 сентября в Москве. Бурятский спортсмен Алексей Иванов представлял на турнире бойцовский клуб Академии спортивных и прикладных единоборств «Патриот» и выступал в весе 85 килограмм. Выиграв международный турнир Кубок ОДКБ, Иванов выполнил норматив мастера спорта по комплексному единоборству. Напомню, накануне в кабинете у руководителя пресс-службы мэрии был проведен обыск. Официальные источники эту ситуацию пока не комментируют. Однако в прессе появилась информация о том, что силовики провели досмотр и выемку документов не только в кабинетах пресс-службы, но и в других помещениях мэрии. Как сообщает Байкал-Дейли, кабинет Александра Галкова остался нетронутым. Также есть информация о том, что глава города находится в отпуске. Удивительно, проработав неделю в должности мэра, Александр Галков так устал, что ушел в отпуск. Как заявили накануне соратники Александра Толстоухова, они будут добиваться отставки на недействующего мэра и не оставят его в покое. Они уже дают показания против городоначальника. И к другим темам. Долой самоволки. В Улан-Удэ продолжается битва за территорию. Напомню, полмесяца назад в поселке Таежный произошла массовая потасовка с участием местных жителей и судебных приставов-исполнителей. Тогда снос домов удалось отложить, так как мешался жаргал Цибиков, который заверил людей, что проблема будет решена. Сегодня произошел новый виток конфликта. Наталья Домбаева побывала на месте событий. Семья Семеновых живет в этом доме больше 15 лет. За это время им так и не удалось узаконить земельный участок и вступить в ДНТ. Мы просто от безвыходного положения здесь строились, там строились, мы здесь построились, здесь ДНТ оформили, там ДНТ оформили. Нам почему-то не дают. Не знаю почему. Когда мы строились, они нам обещали, что сделаем документы. Земля эта была никому не нужна. Здесь был свинокомплекс, сами понимаете. Видимо, теперь земля стала нужной. Сегодня утром судебные приставы вновь пришли исполнить свой долг и, наконец, снести самоволки. В отношении данного должника судом давалось три раза от срочки исполнения суда. Исполнить производство уже с 2007 года. Но должником к витамике меры не принимались. На данный момент от срочки отказано. Естественно, сейчас решение суда исполняется. На этот раз решение суда приставы исполняли в составе более 50 человек. Для охранопорядка было привлечено еще около 20 полицейских. Местные жители также решили подготовиться и на одной из улиц даже возвели стенку из бетона и бревен, чтобы воспрепятствовать силовикам. Однако, с явным количественным преимуществом, слуги закона все же добрались до самоволки и приступили к своей работе. Хозяевам же оставалось лишь молча подчиниться и пока есть возможность забрать нажитое имущество уже из бывшего дома. Я ничего не могу рассказать. Вы видите, ситуация какая. Я выношу вещи. Во время акции судебных приставов было задержано три местных жителя, которые наиболее рьяно защищали свое имущество. В настоящее время за препятствия деятельности судебных приставов задержаны три гражданина, в отношении которых будет составлен протокол по статье 17.8 Кодекса об административных правонарушениях. В стороне стояли дедушка наш, ему 56 лет, и зять. Вот их ни за что скрутили, толпа милиционеров завалили на пол, заломили им руки и увели туда. Меня уронили вообще за один толстомородный такой, как ебаный, меня по-русски сказали. Ну и что, вы сопротивлялись? Я просто держала, так вот отталкивала, и все их. Кроме того, что семья Семеновых осталась без крыши над головой, им грозит еще выплата в размере 100 тысяч рублей за снос дома. Дети Павла и Ольги Семеновых сейчас находятся в школе и детском саду. Однако вернуться теперь им некуда. Дом, который Семеновые строили своими руками и прожили в нем более 15 лет, исчезает прямо на их глазах. Такая же участь ждет еще три семьи. Ненародное ополчение и даже возведенная стена не могут остановить слуг закона. Наталья Домбаева, Алексей Ионов, Первая альтернативная. Молодежь отдельно, бывшие заключенные отдельно. Министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов предложил оградить подрастающее поколение от общения с людьми с криминальным прошлым. Это предложение прозвучало сегодня на Всероссийском совещании с руководителями подразделений по делам несовершеннолетних. Ситуация с подростковой преступностью в республике, как и по всей России, непростая. Однако Бурятии, по словам министра, уже есть чем гордиться. По крайней мере, в цифрах очевидна положительная динамика. Так, уровень детской преступности сократился с 40 до 22%. Кроме того, по сообщению зампреда правительства Владимира Матханова, права детей обеспечивают 382 психолога. Необходимо отметить, что на базе Бурятского государственного университета создана лаборатория инновационных технологий в области защиты детства. Эта инновация была поддержана в помощи по правам ребенка в Российской Федерации, Павел Васильевич Мастахов. Московские коллеги отметили положительные результаты работы бурятских ведомств. И, возможно, опыт нашего региона будут обкатывать и в других российских субъектах. Главные полицейские Бурятии и Забайкальского края поменялись местами. Теперь бурятское ведомство будет работать под руководством Сергея Титова, который ранее занимал аналогичную должность в Забайкале. Сегодня он провел первую пресс-конференцию. Сергей Титов отметил, что специфика работы в нашем регионе отличается. Так, если в Забайкале головная боль – синтетические наркотики из Китая, то у нас дикорастущая конопля. Хотя проблема сбыта и потребление синтетических наркотиков остро стоит и в нашем регионе. По словам Сергея Титова, ежегодно появляется порядка 60 новых видов спайсов. И большое количество времени уходит на то, чтобы исследовать и доказать, что химикаты являются наркотическим веществом. Сейчас в правительстве решается вопрос, чтобы разрешить директору ФСКН на определенный период, до года, выносить решение о запрете этих препаратов, чтобы было очень быстро и качественно. Новый начальник будет продолжать начинание своего предшественника по созданию реабилитационных центров для наркоманов. Кстати, в Чите существует один из лучших таких центров по России, не без гордости отметил новоиспеченный руководитель. На вопрос, считает ли Сергей Титов понижением переезд в Бурятию, он ответил, что не считает, тем более, что зарплата, звание и должность сохраняются. Кроме того, он признался, что нужно периодически менять место работы во избежание коррупционной составляющей. Когда руководители долго находятся на одном месте, они друг друга знают, в той местности, где живут, они знакомятся, работают и прокуратура, и суды, и чтобы опять налаживать взаимоотношения, тоже идет ротация. Следуя логике нового начальника, в Бурятии не мешало бы сменить добрую половину руководителей. Но вряд ли им самим бы такой совет пришелся по душе. Что касается Сергея Титова, то завтра он уезжает на родину, затем уходит в отпуск и только после этого приступит к новым обязанностям. Наталья Окладникова, Алдар Дамбаев, Первая Альтернативная. Самый дорогой поход в кино. Накануне женщина решила посмотреть мировую премьеру и отправилась в торгово-развлекательный центр Capital Mall. Припарковав машину, по дороге она зашла в дамскую комнату и забыла там ключи от автомобиля. Досмотрев фильм, женщина обнаружила пропажу, но было уже поздно. При просмотре видеозаписи было установлено, что после в туалет после нее заходила девушка европейской внешности с черными волосами, одета во все темное. Она, видимо, взяла, скорее всего, ключи и после передала своему парню. Двоем совершили угон данной автомашины. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как молодая пара выходит из здания. Всех, кто узнал этих людей, просьба позвонить по телефону 02 с мобильного 020. Тем временем бурятские спасатели готовятся ко дню гражданской обороны. Комплексная учебная тренировка пройдет в Бурятии с 4 по 8 октября. В частности, в столице республики пройдут учения с имитацией аварий на железной дороге. Сегодня на пресс-конференции начальник главного управления МЧС Виктор Михайлов поблагодарил спасателей, пожарных и специалистов, которые стоят на защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. И отметил, что наш регион опережает другие по многим показателям. Так, например, в этом году количество ЧАЭС снизилось почти в 4 раза. Благодаря тому, что мы повышаем свою профессиональную подготовленность, повышаем свою материальную составляющую, мы на сегодняшний день один из немногих субъектов федерации, где у нас полностью территория прикрыта пожарными подразделениями. Это всех видов пожарных, я говорю про все виды пожарной охраны. Напомню, День гражданской обороны традиционно празднуется 4 октября. Если 4 октября зазвучит сирена, то, скорее всего, она будет учебной, отметил генерал-майор. В этом году зима ожидается еще холоднее предыдущей. Самое время подумать о покупке шубы. Тем более, что ведущие продавцы меховых изделий приготовили для улан-уденцев заманчивые предложения. Сегодня в столице открылась ярмарка «Меховые традиции», где представлена новая коллекция меховых драгоценностей. За 10 лет работы Пятигорская меховая фабрика уже успела получить признание покупателей. Многообразие моделей, цветов, широкий размерный ряд, начиная от 38-го и заканчивая 68-м, не позволят вам уйти без приятной покупки. На этой выставке наша компания «Меховые традиции» представляет более 2,5 тысяч изделий. Здесь представлено в широком ассортименте норка, каракуля, овчина, всевозможные жилетки с различной отделкой. Помимо шикарных моделей с отделкой из меха рыси и чернобурки, есть шубки для экономных покупательниц. Например, недорогие, но очень красивые изделия из стрижного кролика, бобра и мутона. По цене, конечно, ничего, можно сказать. Но пока я думаю. По качеству какого? Ну, показала девушку очень даже хорошо. Она все знает про свои меха, про свою продукцию. Ну, довольно-таки, конечно, наше качество российское стоит брать, я считаю. Для всех покупателей, помимо скидок, предусмотрена и система кредитования. Однако, прежде чем совершить покупку, необходимо обратить внимание не только на фасон, но и правильно оценить качество изделия. Опытные продавцы вам в этом всегда помогут. Самое главное – обратить внимание на мех. То есть, он должен быть блестящим, он должен переливаться. Это главный залог здоровой норки. Конечно, нужно обратить внимание и подклад на швы, то есть, насколько толстая мездра кожа и насколько качественные швы. То есть, можно прямо потянуть, если не расходится, шубка, значит, качественно сшита. Также нужно обратить внимание на то, чтобы швы под мышками, да, получается, у нас были укреплены дополнительной тканью. Потому что эти места у нас очень небезопасные, постоянно расходят, могут расходиться. Кожа очень мягонькая. Если есть добавочная ткань, значит, что шубка, она у вас прослужит очень долго. А так, в принципе, нужно, соответственно, конечно, смотреть и на длину остевого волоса, на подпушку, насколько она богата, и также, чтобы возвращалась мяг назад. Выставка «Меховые традиции» проходит в культурно-спортивном комплексе по адресу Проспект Строителей, 72. Она будет открыта до 5 октября. Юлия Пермякова, Александр Хомаганов, Первая Альтернативная. У меня вся информация на сегодня. Спасибо, что были с нами. Напомню, следить за событиями Республики вы можете на нашем сайте или в социальных сетях. Если у вас есть чем поделиться, звоните нам по телефону 45 4309. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!